Всех приветствую на очередном DevTalks. Сегодня я хотел бы задать такую тему, как дебажить с помощью Metal HD. Давайте так. Я думаю, каждый из вас уже сталкивался с тем, что приходилось когда-либо что-то дебажить. И как это обычно происходит. Мы ставим точечку, и нажимаем дебанк, и доходим до этого брейкпоинта, и смотрим на этом брейкпоинте, что у нас есть. Как это обычно смотрится. Это values, какие у нас есть. Заходим, открываем values. Что можно увеличить, ускорить? Можно нажать типа Alt 8, посмотреть код, если что-то где-то изменить. Давайте такую ситуацию представим, когда у нас есть уже какой-то код, и он находится в какой-то либе. То есть у нас нет возможности что-то изменять, и мы используем их логику. А код есть или нет? Код есть. То есть у нас есть код, и мы можем там поставить брейкпоинт. И там будет какая-то ошибка, может быть с нашей вины связано, может и с нашей, но впечататься это в принципе не важно. Просто главное, что она выскакивает, и нам нужно понять, продебачить, где это конкретно, и как это искать. Ну давайте так. Представим, что у нас вот такой цикл, где у нас происходит итерация от 0 до 100, то есть надо прогнать по-хорошему, если в дебаге, каждый сто раз остановиться на этой точке, посмотреть какие тут значения и так дальше. То есть нам нужно понимать, типа, все вот эти стойтерансы. А теперь давайте представим, как это можно облегчить с помощью дейки. Мы можем поставить точку, где нам нужно, например, здесь, нажать правой кнопкой мыши, откроется дополнительная кошечка, там можно нажать «Mod details», и там будет такая возможность, во-первых, остановить, выбор остановить весь поток, там «Suspended All» будет. Там два варианта «All» и «Thread». Ну если мы не хотим устанавливать, например, все приложение, хотим текущий «Thread», который там выполняет какую-то нашу, может быть, логику, можем установить чисто «Thread». Можем установить, ну опять-таки, сто раз останавливаться на одном «Thread», в этом случае так себе. Но «All» это по дефолту стоит, но также можно убрать галочку напротив «Thread» и, напротив «Suspended». И мы сможем, у нас не будет программа останавливаться, но будет происходить что-то. Вот вопрос, что она будет делать. А ничего, потому что мы не указали никаких «Conditional» ни что вывести. Там есть еще такие две галочки, можно добавить, это как «Condition» остановиться. То есть мы, например, выбираем, смотрим какой у нас класс, например, берется. Если у нас, например… То есть это не «Condition», а «Action», что нужно сделать? Не-не, «Condition», при каком условии здесь остановиться. То есть если нам нужно, например, остановиться только в том случае, если у нас «I» больше 50, то есть мы уверены, что типа от 0 до 50, то у нас все окей должно работать. Мы ставим, что «I» должно быть больше 50, и оно будет останавливаться только в тех значениях, которые «I» больше 50. Но опять-таки, мы просто будем останавливаться каждый раз, будем заходить, может быть, через Alt-F8, может, будем еще вводить какие-то Watchers и вписывать туда формулы. Ну, такое себе удовольствие, если мы это каждый раз, типа для 50 кейсов будем делать. Если у нас одна и та же функция, то есть нам надо какой-то результат видеть, мы можем сделать Logs, там есть галочка напротив «Evaluate and Log». То есть мы можем написать какие-то функции, какие-то методы, которые будут выполняться на этом breakpoint, не останавливаясь, если мы выбрали выбор Suspend All, и логировать нам то, что тут есть. То есть, например, мы можем убрать галочку Suspend All, то есть она программа не будет останавливаться, и выводить, например, результат C. И у нас в фарентайме будет выводиться в консоль результат C. И в чем полезно? То есть если мы изменяли код, если все-таки мы могли бы доставить код и его изменять, и потом забыли эту трапу, особенно это не одно место, где мы это тестировали. Таким образом мы просто удалили breakpoint, и все, логи тоже убрали с консоль. То есть очень такой гибкий подход к дебауму. Есть какие-то вопросы? У меня есть комментарии небольшие. Да. Ну смотри, вот если, допустим, писать ситуацию, что у тебя есть цикл, много очень итераций, там, ну, больше 5, наверное, тоже можно сказать много, и вылетает exception на какую-то одну итерацию, наверное, было бы проще поставить breakpoint конкретно на exception, то есть ставишь breakpoint. Да, это я хотел добавить. Exception breakpoint. Поставишь breakpoint на то, чтобы... у тебя выпал exception, как в моем случае было, что, типа, connection у тебя занят. Он имеет в виду, что ты упомяни об этом... Да, да. Можно также посмотреть, поставить breakpoint на то момент, где у вас выпал exception, посмотреть в фреймах, типа, какой фрейм был вызван до этого, каким методом, и посмотреть, типа, что там у вас так накосячили. Но я к тому, что если вам... То есть у вас, да, вылетает exception, и вы понимаете, что он логично, где-то открылся connection, и он не закрылся, то лучше смотреть именно так, чтобы мы посмотрим, кто открыл, и кто не закрыл. То есть у нас будет выводиться в консоль, кто открыл, но кто не закрыл. И мы, в принципе, будем это видеть. Есть какие-то еще вопросы? Я так понял, ты имеешь в виду, что тебе интересен не сам exception, где он вывалился, а что в тот момент произошло. Да, да. То есть если мы не можем обернуть этот код в какие-то там логирования, если он находится в липе, а нам нужно тут про что-то хотя бы понять, что происходит, типа, на этом моменте, на этом моменте, то это лучше сделать с помощью брейкпоинта, и вот, программа не будет останавливаться, время, конечно, уменьшится для того, чтобы вывести на экран тебя. Вот и все, это единственное, что... Есть еще какие-то вопросы? Но имеется в виду, что он еще хотел какой-то там summary вывести на липе, по каждому кейсу? автоматически, то есть без... Сначала можно поставить на exception, найти, на какой информации происходит, и будем уже отдельную фильтрацию посмотреть. А если тебе нужна информация по остальным 50 вызовам? да. Ну да. Ну да. Такое не подойдет, если всякие no pointer, exception или что-то такое, которые из самой джавки изнутри летят. А мы хорошо про это и говорим, что типа изнутри. да. То есть это изнутри можно да. Это ты ставишь внутри breakpoint, вводишь туда логи и смотришь, что на этом моменте, например... Даже специфический какой-то exception был, а не no pointer или legal argument exception. да. Мне волнуло. Есть еще какие-то вопросы? Тогда спасибо. Пойдет продолжит. Ребята, это довольно простая тема. Наверное, многим она будет не очень интересна, но я хотел бы кое-что рассказать. Итак. Мы на начале тестировали. Там один из пунктов был выбор некоторых рандомных чисел. В этом я хотел бы поговорить о рандоме в Java. Какие, в принципе, вы знаете методы получения рандомного числа в Java? Еще раз? Масс рандом. Давайте первое. Еще. Плохо. Еще. Секрет рандом. Еще. Есть просто рандом. Есть просто рандом. И еще есть у нас последний thread thread local random по факту если вы мало кто обращали внимание но по факту mass random внутри имеет некоторое создание random где мы получаем next double потом мы умножаем ну в общем мы все пробовали Что такое в принципе random? random это некоторый класс который при создании можем либо просто создать new random либо передать какой-то seed seed это некоторое число при котором мы сдвигаем нашу рандомную последовательность если мы ничего не передаем мы получаем если мы ничего не передали в него мы получаем данное время в миллисекундах сдвигаем на некоторое количество байт не помню честно это конкретнее куда я могу там уточнить и потом мы считаем все по формуле то есть получаем наше второе число умножаем на некоторое огромное огромный long он прям очень огромный прибавляем к нему еще один огромный long и все берем по острым по байтам по сравнению с некоторой маской а у меня быстрое предложение не хочешь другую марку взять? это да это тоже хорошее предложение так теперь мы о о копились мы берем старое число умножаем его на какой-то огромный там и добавляем еще какой-то еще какой-то огромный и все это мы берем по сравнению с на чем помню это по байт плотно написал по байтаме сравнение с буквой m буква m 48 байтаме поэтому по факту у нас получается что всегда у нас получается новое число и каждый раз мы получаем следующее зависимое от прошлого потому что мы получаем число new то есть все равно старому и потом мы так двигаемся в рубле в каждом числе основываться на предыдущем и поэтому у нас рубля это будет последовательность которая будет повторяться из того что мы двигаемся на 48 приблизительно то есть в ней максимум 48 байт из этого ее взломать довольно просто я читал статью потому что числе в котором 72 байт взломали за 60 часов хорошо у нас есть еще стихи хириндом вообще он используется для того чтобы генерировать пароли какие-то данные которые мы не хотим взломать он более безопасный по факту он наследует наш рэндом и все методы nextint next double и так далее он берет просто отсюда можно даже их не пользоваться мы в ней кое ничего не изменим у него есть по факту только свой а сейчас еще раз он у нас имеет всего один всего один в общем new сейчас называется конструктор у нас имеется строка 1 все остальные способы и он внутри себя имеет sh1 это некоторый метод получения равных чисел который основывается на нашем операционной системе какие-то цифры в ней какие-то данные нажатия кнопок в последнее время мы можем еще использовать около пяти различных видов равных чисел получения чтобы их установить в наш стихи рейт мы получаем секрет рандом нам нужно брать instance грубаре пишем getInstance и туда мы передаем наш вид шифрования для него единственное что использует именно чтобы не забыл воспроизвести на другом девайсе правильно? да вот и получается что единственное что имеет он лично свои не считает их инстансов и так далее это он может сам рандомить только некоторый массив байтов вот то есть у него есть а тут у нас нету какой-то метод который мы получаем массив байтов и мы получаем любого размера он потом сам подстроится и мы делаем сейчас например мы создали это secure random и мы получаем next byte и здесь мы указываем количество сколько нам нужно байтов выделить чтобы создать новый массив например 4 вот получается мы рандомим чтобы из этого массив байтов перевести тоже самое integer довольно сложно там некоторые элементы со сдвигами я нашел реализацию некоторого господина на стопер фон тоже сложно поэтому они используются не для того чтобы пароли букв и так далее все в принципе все есть вопрос интересно некоторое время назад я читал статью у вас вегасе ловили чуваков которые деньги из автомата ворвали тем что не знали детали реализации за своим девайсом приходили которые рандом воспроизводил они подобрали но их поймали конечно их поймали за то что они начали слишком много выигрывать никто не должен выигрывать из этого не настолько секьюрина нет они рандом использовали ну то есть секьюри я читал статьюр нам нужно несколько лет чтобы суть в чем суть в том что в рандоме можно получить уже посредственность на другом девайсе то есть все это рандом есть зная какие-то детали или получив хоть раз совпадающий грубо говоря то есть ты знаешь что последует грубо говоря ты знаешь что следующее будет вишенка вишенка и тортик ну вот вот рандом да секьюр ты будешь в этом освещении пару лет стоять а что секьюрнее если например дергать api random.org еще раз потому что я насколько знаю рандом вообще берет асферное property и с ними работает ну то есть имеется ввиду что секьюрендом берет гораздо более переменных которые ты себя не можешь распроизвести на девайсе например серверное время точное какие клавиши нажали ну там система исследований которая уникальна достаточно которая дать я еще забыл дополнить еще вот в этот класс есть вот на самом деле многопоточность это не очень секундно после интернета подключиться и у тебя суперсинтервай когда еще средлок рандом он работает то же самое как и рандом только если мы берем один и тот же объект класса то есть который мы получили и многопоточность он будет 20% времени выигрывать ну это не особо но если удобно то лучше почувствовать ну там к столу есть средлокал вообще объекты любые видимо средлокал выделить для рандома делим класс кто-то хотел бы продолжить хорошо спасибо